Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в концертном зале Белорусской Государственной Филармонии. Этот зал называется «Малый» имени Григория Галанты Шилы. Сегодня здесь для вас поючка, замечательная певица, лауреат международного конкурса, солистка Белорусской Государственной Филармонии Анна Янковлевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Современного искушенного слушателя, посетителя гармонических концертов, наверное, трудно удивить вечером вокальной музыки. Но я надеюсь, что вот как раз сегодняшний концерт будет настоящим откровением для публики, потому что Анна Янковлевна обладает удивительно красивым, удивительно подвижным голосом, необыкновенного тембра, голосом, которым подвластны самые разные эмоции, самая разная музыка, которая будет представлена сегодня в концерте. Этот голос воспитан годами напряженной, упорной работой в классе. Анна Янковская является выпускницей Белорусской Государственной Академии Музыки. Ее наставник, очень известная певица, заслуженная артистка из бублики Беларусь, Людмила Яковлевна Колос. Она когда-то блистала на сцене нашего оперного театра. Сейчас она очень-очень хороший, замечательный педагог. Ее ученики – это элита вокальная белорусская. И, конечно же, Анна принадлежит именно этой когорте белорусских исполнителей. Ее голос воспитан десятками, сотнями концертов на разных сценических площадках. С 2005 года Анна – солистка Белорусской Государственной Армонии. За это время она накопила очень солидный репертуар и бесценный, конечно же, опыт работы на сцене. Сегодня для своего вечера она опоздала много очень необычных, ярких сочинений. И вот нашу концертную программу откроет музыка Яна Давида Воланда. Это немецкий композитор и дирижер, который в конце XVIII века являлся руководителем Неслижской капеллы. Это был Неслижский театр, в котором существовала актерская труппа, оркестр. И там ставились многочисленные оперы и балеты. И вот в 1784 году Ян Волан написал оперу «Агатка», «Агатка» о львоприезд пана. Автором либретта выступил поэт-любитель князь Родилин. И вот сейчас Анна Янковская для вас исполнит песню «Агатки» о птенцах. По сюжету ей возлюбленный подарил гнездышко с птенцами. И вот она вспоминает своего любимого, глядя на этих нежных птиц. Встречайте, у вас поем солисты Белорусской государственной гармонии, лауреат международного конкурса Анна Янковская, партия фортепиано, лауреат международных конкурсов Сергей Войницкий. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Звучит музыка. 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 в оригинальных гармониях. Но мы, когда Анна репетировала, пришли к выводу, что явно композитор 20-го столетия, причем действительно привнес свое, привнес новое, приукрасил без того бесценную, замечательную музыку Штрауса. Но получилось сочинение весьма и весьма интересное. Таким образом, Матюшевич, фантазия на тему вальса Штрауса «Венская кровь». Аплодисменты 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 Песня «Святая слава» Нежный взгляд в нем читаю любовь Песня «Святая слава» Нежный взгляд в нем читаю Она музыку как раз-таки дала Штраусу Но мы говорили о том, что похож на стиль Рихарда Штрауса Это память, совершенно другого композитора Другого времени, но в общем оригинальный звучит Ну а сейчас Сейчас музыка Штрауса перекинула такой незримый мостик к исполнению Анны Янковской фрагментов из различных оперет. И вот сейчас будет для вас участвовать музыка выдающегося американского композитора конца 19-го вверх половины 20-го века Рудольфа Фримля. Это был замечательный музыкант, который является, наверное, музыкой его, одной из самых красивых музыкальных легенд Америки 20-го века. Он прожил без малого 100 лет и ушел из жизни в 1972 году. Ну, а вот сейчас в наши дни почти 100 лет двум его станут известным оперетом, который называется Король Бродя и Рост Марин. Они были написаны в 20-е годы 20-го века. И вот сейчас мне очень нравится объявлять этот номер, очень нравится, потому что для вас будет звучать Ариэнте Гюгетте Изоперетте, Римля, Король Бродя. Ариэнте Гюгетте Изоперетте, Римля, Король Бродя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ариэнте Гюгетте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok А примерно через год После создания в Америке Примлян Аперетты Розмари в Европе а точнее столице Аперетты Вене Композитор Имр Кальман создает свой Аперетту Принцесса Цирка С моей точки зрения эта музыка одна из самых высоких достижений мировой музыкальной культуры 20 века между прочим такое историческое заблуждение многие считают что Кальман жил и писал музыку в 19 столетии это не так все его лучшие аперетты были написаны первые два десятилетия 20 века вот в частности принцесса цирка в 1926 году и вот сейчас для вас прозвучит замечательный потрясающий нежный трепетный дуэт театр театр и мистера Икс из оперетт из оперетт цирка партнером Англии выступает столист белорусской государственной филармонии от недавнего и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 одеты магические очки, которые рисуют жизнь таких радужных, ярких, красных. И вот из-за этих очков он принял олимпию за живую красивую девушку. Перед композитором стояла задача написать такую музыку в сольный номер главной героини, точнее, одной из главных героинь, написать так, чтобы слушателю было понятно. Поют заводная кухня. И вот гений Жака Афенбаха способствовал тому, что вот уже почти 200 лет эта музыка является одним из самых популярных фрагментов, одной из самых популярных мелодий мировой вокальной классики. Жак Афенбах, куплеты олимпии из оперы-сказки Кофмана на сцене Анны Янковской. Афенбаха 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Я хотела бы обратить ваше внимание на то, с каким тактом Анна Янковская выстроила программу своего сольного концерта. В первом отделении звучала музыка, связанная с историей нашей земли, Беларуси, и музыкальная классика. А во втором отделении Аня будет петь произведения украинских и белорусских композиторов. Поэтому режиссер нашего концерта, Татьяна Мажар, она подчеркнула это, разместив на сцене два рушника. У Ани особое отношение к Украине. Это родина ее родителей. И не от них, кстати говоря, передались ей по наследству музыкальные гены. Ведь украинцы это поющая нация, так было всегда. И вот в прошлом году Анна принимала участие в международном конкурсе вокалистов, который называется «Искусство XX века» в городе Киеве. И завоевала там первую премию. Поэтому для нее это всегда очень важно отдать дань уважения музыкальной культуре Украины. И сегодня для вас в ее исполнении, а на ее голос украинская музыка ложится превосходно. Потому что в этой музыке есть какая-то такая, знаете, страсть, слеза, какой-то трепет особый. И вот все это вы будете слышать и в сопровождении музыкальном, и в мелодиях. И, конечно же, она будет это передавать своим голосом. Музыка Григория Алчевского, слова Христины Алчевской. «Душа секунд валия нежна. Душа – это ландыш нежный». И я снова приглашаю на сцену концертмейстера Сергея Войницкого и солистку Анну Янковскую. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Николай Лысенко – знаменитый украинский композитор, музыкальный деятель, классик Украинской музыкальной композиторской школы. В исполнении Анны Янковской для вас звучит песня Наталки из оперы Николая Лысенко «Наталка Полтавка». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Наталка Полтавка» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Наталка Полтавка» «Наталка Полтавка» «Наталка Полтавка» «Наталка Полтавка» «Наталка Полтавка» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Анатолий Иосифович Кос Анатольский Это классик украинской музыки 20 века Вся его жизнь связана с городом Львовом Там он преподавал в Львовской консерватории Был председателем Львовской секции Союза украинских композиторов И вы знаете, я специально акцент делаю на этом Потому что два наших города, Минск и Львов Уже давно связали музыкальные узы прочные Потому что в этом городе, Львове, начинали свою творческую жизнь Два замечательных белорусских певца Один из них коллега Анны по сцене Белорусской государственной филармонии Но его имя не так хорошо известно Заслуженный артист Белоруссии Владимир Иванович Веприк Он жил во Львове, Украина была его родиной А вот второй артист, его знают все Потому что это Зиновий Бабий Он тоже начинал в Львовском оперном театре А потом прославил нашу Беларусь во всем мире Это выдающийся тенор 20 века И вот наше сегодня исполнение музыки Коса Анатольского Это продолжение традиций тех замечательных певцов У которых всегда украинская музыка в репертуаре была И вот Анна сегодня таким образом передает музыкальный привет городу Львову Ну что ж, Коса Анатольский, Лукашева, Сопилка АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Ох, заснул голос трубка, Лише супинка, а лист губка, Как салат в хране, Тевка и титая, Иж дым чаром дым чар, Сердечи вивая. Субтитры создавал DimaTorzok Еще одно произведение Коста Анатольского, Он автор музыки и слов, Ой, пейду я, межи в горы. Субтитры создавал DimaTorzok Ой, пейду я, межи в горы, Смертони и слепоны. Ой, пейду я, межи в горы, Что я знаю, там не живут бойки, Где музыка дрібно играет, А пейду я музичку Скачутся полегоньки. Ой, пейду я, межи в горы, Субтитры подогнали Симон. 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 были вязковые, а за эти 10-ти годы они перетворились в чудовный концертный технологичный инструмент, на яким выкондывается вся музыка света. Ну а основником школы цимбального канальства был выдатный музыкант, профессор цимбалов, народный артист Советского Союза Иосиф Иосифович Жинович, имя, якого теперь носит оркестр наш национальный белорусский. И вот зараз Катярына Юрьнова для вас выконная на цимбалах твор Иосифа Жиновича, який называется «Вяселье у древолюционной белорусской вёстцы». И у гэтым твором вы почуете не только, як у вяно куплетенные белорусские темы, аллеи украинских, а так само, ну что ж, Жинович танцы, так же, докладнее, Жинович пьеса под назву «Белорусская вёстка в оселье» и для вас играя Катярына Юрьнова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А я слов и что скажу, я люблю, и почуешь только ты, только ты. Юрий Семенянко, Слово Янки Купалы, Явор и Калина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Юрий Семенянко, целый су свет у истории белорусской музыки другой половы 20-го года. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ОПЕР АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ за особливое, такое вельми светлое и оптимистичное отчувание життя. Зараз вы послухаете арию Светланы с оперы Юры Семеняки «Колючая ружья». Она была написана в 1960-м годе. Это первая в истории белорусской музыки опера на сучастный сюжет, где герои простые, девчатые, хлопцы, белорусские студенты. И одна из них – Светлана. Ария Светланы с оперы Юры Семеняки «Колючая ружья». Анна Ядловская. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И на приконцы сегодняшнего концерта Ганна Янковская проспевает для вас еще один фрагмент с оперы Юрой Семеняки «Колючая ружья». И вы зразумеете, чему Анна поставила этот номер опошним. Ну, контекст таки. Вот та самая Светлана, якая Марис прокахал, ну там, як за все, это бывают оперы, некие драмы. И вот сдарывался такое несчастье, что выникло непоразумение, и она посварилась с хлопцем. И от гора вырешила выпить отруты. А заместо отруты оказалось, что там шклянцы было шампанское. А все остатнее скажет вам музыка. Голубь з оперы «Колючая ружа». Голубь з оперы «Колючая ружа» 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 «Колючая ружья» Голубь з оперы «Колючая ружей» «askпака» Я хочу сказать, что мы потом еще сильнее аплодируем. Сегодня Аня, конечно же, пришла поддержать ее семья, но так получилось, что они в полном сборе. Здесь, кроме вот Максима, это младший сын, есть еще будущая тоже певица, которая тоже решила уже избрать попав своей специальности. Это Марина и ее старшая дочь. Пожалуйста, Марина, скажите. Ее папа Николай Константинович Сипух. Пожалуйста, спасибо вам большое за внимание. Мама дома сломала ногу, не смогла приехать. Ну а муж самый надежный оказался в командировке сегодня. Но он еще посмотрит этот концепт записи, который осуществляет сегодня наш Игорь Задорожный, артист филармонии. Пожалуйста, теперь хлопайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 И, конечно же, Анечка Янковская, миновница сегодняшнего праздника, в котором насыщем население. Аплодисменты.